Вот данная методология. Основные события кислородного дыхания происходят здесь, на внутренней мебране. Напоминаю, на самом деле, процессы раздеваются как минимум на три разных механизма. Ну и давайте, поездка, выставлю, перечислиться три последовательных механизма, которые работают в ходе кислородного дыхания. С чего начинаются все дела, задача кислородного дыхания получить энергию, отчисляя глюкозу. С 6, а 12, а 6. Ясно, что большинство методологий отчисляет не только глюкозу, но мы с вами на примере глюкозы работаем. Самое распространенное. С чего начинается? Начинается с бескислородного дыхания. Именно это. Первое, что произойдет, бескислородное дыхание глюкозы. Глюкозы. ТЭК получат две молекулы от ЭКР, некоторое количество водорода, и какого вещества глюкозы распадется на водород, и... Это бескислородное дыхание. Начинается все с бескислородного дыхания. В ходе глюкоза на какие молекулы распадаются глюкозы? Никогда. СО2-3 глюкозы никогда не оправдываются. СО2-3 глюкозы на 2 молекулы от ЭКР. Пироват. Пир и виноградная кислота. Итак, в ходе глюкозы глюкозы распадаются на 2 молекулы от ЭКР. Дальше второй механизм, который включится в метафолтере, который будет уже обрабатывать вот это хребетство. Цикл хребетства. Цикл хребетства. Совершенно верно. Задача цикл хребетства. Полное окисление углерода, который находится в составе пировата, и углерод выбрасывается в виде каких молекул? СО2. Итак, весь углерод, который пришел в пироват, сбрасывается в форму СО2. Но если вы посмотрите, в глюкозе 6 углерода, сколько надо кислорода для того, чтобы образовать 6 молекул СО2? 12. А что на глюкозе столько есть? Нет. Значит, сколько молекул воды воплачают? 6 молекул воды. В результате кислород пойдет сюда. Кто остался первым? 12 атмосфердород. А плюс 1 атмосфердород? Еще 12 атмосфердород. 12 атмосфердород. 24 атмосфердород. Вот это на самом деле цель. Ради этого работает цикл Крепса. В самом цикле Крепса энергии выделяется еще немного. Вот смотрим. При бескислородном процессе у вас выделилось 2 молекул АТФа. В цикле Крепса. Но цикл Крепса работает с каждой молекулой по отдельности. 1 плюс 1. 2 молекул АТФ. В каждом обороте цикл Крепса, который проходит остаток Крепса, выделяется 1 молекул АТФ, точнее синтезируется. Хорошо. Вся остальная энергия будет получена в третьем механизме. Участники третьего механизма, которые монтированы сюда, в мембране. Кто запомнил, как называется третий механизм? Как называется третий механизм? Нет, нет, нет. Это вы называете имя клянущего водорода. Электронный каскад. Электронный каскад. Третий механизм – электронный каскад. Что называется? Были в Питере когда-нибудь? Нет. О, бедная игра. Даже спрашивают вас про петербургские каскады фонтанов бессмысленно. Что называется каскадом вообще? А я понимаю, что это не так правило. Система, из идущих друг за другом водопадов. Или фонтанов. Но у нас и каскады. Вода падает все ниже и ниже. В этой системе падает электрон. Отдавая свою энергию. Это? Участники электронного каскада вмонтированы во внутреннюю мембрану метакомпли. Что происходит в электронном каскаде? Где ближний питатель? В электронном каскаде передается электрон по... По цепи участников идет передача электронная. А потом эти электроны попадают к... В конечном итоге туда попадает электрон, который прошел в каскаде. Электрон, который нашел в каскаде, попадает в яму. Ну хорошо. Но он превращает атом кислорода в кого? Он превращает атом кислорода в аж. У вас был атом кислорода. У кислорода очень велика электроотрицательность. Поэтому этот атом умудряется отнять электрон даже у последнего участника каскада. Последний участник имеет высокую электроотрицательность, но у атомашнего кислорода выше. Он сдергивает на себя. А если атом получил лишний электрон, в кого он превратился? В ион. В ион минус. Но это одна половина событий. Параллельно с этими событиями, что еще происходит? Я прошу. Пока никакого току не получится. Но еще протонная популяция. Вот. Получительная зарядка готова? А то есть протонная зарядка? А с другой стороны чего? А уже мембрана. Мембрана. Вот это мембрана. Дело в том, что мембраны не пропускают зарядных частиц. Еще раз. Схематично. Устройство электронного каскада. Во внутренней мембране вмонтировано пять участников. Три из которых полностью погружены в подсоволепидное основание гидрофобное. А два торчат. А два торчат, но с одной стороны мембраны, с противоположных. С противоположных. С противоположных. Отлично. Сюда. Сюда переносить притащил в зарод. Участники расположены в мембране с нарастанием электроотрицательности. Самая низкая электроотрицательность у первого, самая высокая электроотрицательность у последнего. Пятого. Напоминаю, электроотрицательность это какая способность? Это способность притягивать электроны. Отлично. Хорошо. У водорода она высокая? Нет. Очень низкая. Водород не удерживает свой электрон. Его электрон перескакивает на первого участника. Но дело в том, что оставшийся протон будет ли притягиваться к отрицательному заряду. Да. Да. Первый участник получил отрицательный заряд. Что сделает доставшийся протон? Он к нему притягивается. Протон прыгнул в свет. У второго участника высший электроотрицательный. Что делает электрон? Притягивается. Что делает протон? Притягивается. А вот там третий его не будет сказать. Именно так. Ну, я же, что электрон дальше вот так проклюкает до самого конца. Но дело в том, что третий участник не пустит протона. Он не может с ним с ним слимиться. В результате протон, заряженная частица, завис в гидрофобной толще. Эта гидрофобная толщина его тут же выталкивает. А вот не тем, в заряженной частица. В результате электрон оказался вот здесь, а протон оказался вот здесь. А дальше, а дальше приходит грабитель. Кислород. Грабитель называется атомарный кислород. Атомарный кислород умудряется. Стоящий электрон даже у пятого участника. В результате с этой стороны мембрана у нас оказывается тридцательная зарядность в это положение. Второй водород прошел в каскаду. Здесь образовалось еще, потом еще, потом еще. А здесь образовалось потом, еще, потом, еще, потом. Что с величиной разности заряда по две стороны мембраны. Она увеличивается. И в определенный момент, когда разность заряда по две стороны мембраны достигает некоторой контрольной величины, открывается канал в белке. Вот здесь это белок. Это белок канал. Обычно его выход закрыт одной из петлей конформация. Но при нарастании разности заряда, разности потенциала, эта петля уходит в сторону. И протоны дружно встали, а этот канал пропускает, тоже протоны. Двинули через этот канал в сторону отрицательной зарядки. В результате в этом канале у вас образовалось направленное движение заряженных частиц. Электрический ток. При прохождении электрического тока сквозь проводник всегда часть энергии теряется. Это эффект называется сопротивление проводника. Не исключение этого канала. Часть энергии здесь теряется. Для чего используют вот этот белочек, потерянную энергию? Ведь это... Он от АТФ строит. Именно так. Морекул АТФ можно построить только с затратой энергии. Так вот этот белок черпает необходимую энергию. Из энергии потерянные протоны. В результате в этом месте у нас образовалась синтез фабрика, которая ведет такую процедуру. Молекула АТФ соединяется с неоргоническим фасфатом. И мы получаем это. Энергоноситель следствия. Энергоконсерва. Если мы разобрали одну молекулу глюкозу, то энергии вот этого переброса хватит для того, чтобы собрать 34 молекулата. В результате электронный каскад сдаст еще 34 молекулата АТФ. Сколько получим в сумме? 38. 38. Две в бескослородном цикле, две в цикле крепца и 34 на электронном каскаде. 38 молекулата АТФ синтезированы при раскопке одной молекулы глюкозы. Эффективность процесса настолько высока, что клетка будет мириться с самыми разными неприятностями, лишь бы только оседлать вот этот энергоконсер. Кислород вообще на самом деле вещество разрушительное. Огромное количество самых разных неприятностей в нашем теле связано как раз с действием кислорода. Но клетки не только с ним мирятся. В нашем организме есть специальная система доставки кислорода ко всем клеткам. Доставки яда ко всем клеткам. Как эта система называется? Система органов дыхания, легких. А вторая система, кровеносная система, которая будет разносить яд ко всем клеткам. Вот по обновлению безопасного. Это нормальный. Да, он безопасен для нормальной клетки, по той простой причине, что у нее два рубежа защиты. Оргейство и кислород как оксид. Как они организованы, мы с вами здесь в операции с него. И еще дополнительные рубежи защиты от действия так называемого суперактивного кислорода. Суперактивный кислород – это атомарный кислород. Это кислород, входящий в состав ОАЖ-группы. ОАЖ-группа – это монстр. То есть, допустить существование свободного ОАЖ-группы нельзя разрушить клетку. Есть особая система процессов, даже особая структура. Допустим, есть такая маленькая мистикулка, готовная ферментом, задача которого – бороться с известным вам ящиколом. Бороться с пейкисью водорода. Дело в том, что в ходе некоторых реакций клетка будет происходить как раз пейкись водорода. А ведь пейкись на эролитах разложится с выделением какого вещества? Атомарным кислородом. А это гибрид. Поэтому есть вот такие визикулы, называются они перксисомы, которые содержат эксперименты, которые активируются в присутствии пейкисью водорода. А что опаснее? Атомарным кислородом. Да. Скажите, пожалуйста, что опаснее? Быть повешенным, быть расстрелянным, быть утопленным или быть, конечно, четвертожным? Четвертожным. Правда? То есть давайте повесим джентльмена. Он же говорит, что быть повешенным – это не опасно. Нет, ну все опасно, но он не… Результат какой у всех этих… Как вы будете сравнивать с степенью опасности этих акций, у них результат одинаковый? Ну, конечно… Может, пример, такой же ответ на ваш вопрос? Что там очень интересного? Можно ответить на вопрос, какое соединение химически активнее в данном случае? Это да. А вот какое опаснее для клетки, ответить не же, если результат будет всегда одинаковый. Если у вас уже убили, то есть принципиальная разница в том, каким методом. Да, можно долго умирать и мучить. Да, можно быстро. Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо.